Евгения Вахрамеева – одна из семи финалистов проекта Лига управленцев 2023 года. Сегодня она представляет на суд экспертного жюри проект по открытию в полиском медиашкол для детей и подростков. Планируется, что это пространство познания фото, видео, создания контента появится в системе дополнительного образования города в центре Натальи Евгеньевны Бобровой. Маленький медиа-центр в центре уже есть, ребята уже учатся, познают основы телевидения, журналистики, СММ и маркетинга. Поэтому надеемся, что этот большой проект станет городским, и множество ребят, учеников, школ сельских, городских смогут получить навыки, профессии, которые пригодятся им в будущем. К тому же эти профессии очень востребованы в нашем мире. Лига управленцев – это реальный шанс не только развивать в себе управленческие навыки, но и погрузиться в социальную проблематику, существующую в городе. Найти механизмы для ее решения. Михаил Вартушняк заявился с проектом развития спортивных плоскостных сооружений в Полевском и даже провел анализ площадок, где можно заниматься физкультурой на свежем воздухе. 19 объектов были проанализированы по баллам, по категориям, по значимым критериям. И выбрана одна площадка в районе таунхаусов, которая имеет уникальное покрытие, имеет освещение, имеет дренажную систему. Но актуальным вопросом 2014 года остается безопасность детей. Мяч вылетает на дорогу, рядом бегают собаки. В общем, я планирую за счет средств гранта и партнеров моего проекта установить ограждение по периметру поля, а также установить сетки на ворота. Основная цель Лиги управленцев – это социальное развитие города благодаря вовлечению в этот процесс активных заинтересованных горожан. ТМК и благотворительный фонд «Синара» заинтересованы, чтобы на территории присутствия появлялись интересные социальные проекты, и те лидеры, кто их продвигает, обладали необходимыми компетенциями и знаниями. Полевчане удивляют каждый год. В этом году мы рассчитываем найти не один «Алмаз», а целых три, потому что впервые в этом году мы поддерживаем три проекта в трех разных номинациях. Это «Комфортная среда благоустройства», это «Правоориентация и развитие человеческого капитала» и это «Локальная идентичность». Поэтому мы надеемся, что сегодня мы увидим разные интересные проекты, и жизнь полевчан благодаря этим проектам станет более интересной и насыщенной. Проект Лиги управленцев стартовал в Полевском в 2019-м. За это время реализовано порядка шести социальных предложений. Одно из них – это создание на площадке военно-патриотического клуба-бригады столярной мастерской для полевчан всех возрастов. Сейчас здесь уже стоит дорогостоящее дерево, обрабатывающее оборудование, приобретенное на средства гранта. А жители города знакомятся с азами столярного мастерства. А вот и та самая продукция, которую производят ребята совместно с полевчанами. Пообщаться с Иваном мы решили, сидя на шезлонгах. Вот эти стулья Кентукки приходят родители вместе с детьми под нашим руководством. Участники военно-патриотического клуба-бригады также собирают, ну себе потом забирают домой, пользуются. Участие в Лиге управленцев я и в этом году хотел участвовать. Потому что идей для реализации очень много, которые нужно реализовывать, которые нужна какая-то финансовая поддержка, учебная поддержка. Что Лига управленцев это не только же денежный приз, это саморазвитие, это развитие. Трубно-металлургическая компания и Северский трубный завод, благотворительный фонд Синара всегда были и остаются флагманами реализации социальных проектов на территории Полевского. Бизнесу, промышленникам важно, как и где живут их работники. Компания и завод всегда поддерживают инициативных, активных горожан, готовых менять город к лучшему. Это один из элементов попыток и участия нашего в развитии территории нашего присутствия. И я думаю, что это очень здорово, когда, знаете, конкурс на основу это очень интересно. Но правильно сказал Константин Сергеевич, не важно сколько будет победителей, важно, что все будут в фокусе внимания. Проект линии управленцев, его основная часть, это доклады, это понимание того, как жители нашего города, которые работают в самых разных сферах деятельности, думают и планируют сделать этот город лучше. Спасибо благотворительному фонду Синара, который оказывает всю поддержку в продолжении этого проекта. Это одна тоже из очень важных тем наших будней. Среди тех, кто сегодня участвует в проекте работники бюджетной сферы, Екатерина Рязанова участвует в Лиге управленцев впервые, чтобы решить в Полевском кадровую проблему. Я предлагаю создать приложение для смартфонов, для людей, кто ищет работу, для работодателей, кто ищет ценных кадров, для того, чтобы эту работу оптимизировать, помочь и как-то улучшить. С одной стороны, Лига управленцев – это образовательный проект для полевчан, с другой он имеет прикладное значение. Каждая идея имеет право быть реализованы, а значит, сделает наш город лучше. Сегодня мы здесь собрались не просто для того, чтобы защитить свой личный проект, но еще и обменяться идеями, создать вот такую бурлящую точку кипения, идеи, притяжения, новых каких-то креативных моментов. И может быть, если ваш проект здесь сегодня не победит и не получит грант, но вы получите какой-то новый импульс, может быть, объединяетесь с новыми партнерствами в ходе этого проекта, может быть, в следующий раз будет успешнее и будет дополнительное какое-то развитие. Каждый из проектов – это авторская разработка. К примеру, Ирина Заболотнова предлагает на базе детской библиотеки открыть студию мультипликации, а специалист УГХ Ольга Зотова в парке Дендрарии установить арт-объект как место притяжения полевчан, украшающее городское общественное пространство. Галина Тушенцова презентует свою идею по созданию фотолетописи трубно-металлургической компании. Она единственная участница в номинации «Локальная идентичность». Я представляю проект по созданию книги корпоративного издания, альбома с запечатлением моментов самых важных для компании. То есть там могут быть представлены какие-то знаковые исторические моменты, то есть вся история, которая будет представлена в фотоальбоме. Участие в проекте – это шанс, что тебя не просто поддержат, но и научат, как воплотить идею в конкретное дело, покажут инструмент достижения цели. Анна Сапегина работает в Центре физкультурно-спортивных мероприятий, знает запрос горожан на спортивные бесплатные объекты, заявила эту тему на Лигу управленцев. Создала проект, обосновала его, рассказала об актуальности и необходимости и, как результат, получила на его реализацию грант в размере 200 тысяч рублей. Встретятся площадки с уличными тренажерами на лыжной базе муниципального бюджетного учреждения Центра физкультурно-спортивных мероприятий в южной части города. Там комплекс тренажеров небольшой, правда, пока. Ну, это хороший очень старт для нас. Мы надеемся на расширение. Площадка абсолютно на бесплатной основе, абсолютно круглогодичного использования и для использования в любое удобное время. Кроме Анны, победителями каждый в своей номинации стали Евгения Вахрамеева и Галина Тушенцова. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.